Книга «Открытым оком», том 2, тема «Промысл Божий», вопрос 642. «Поясните, что такое домостроительство Божие?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Царство небесное удовляется дому, в котором одна половина, неповрежденная, это ангела, сохранившая свое достоинство, а другая половина, опустевшая бунтари, смутьяны, революционеры были изгнаны». Послание Иуды 1.6. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня». Есть такое мнение, что спасенных из людей будет столько, сколько было сброшено с неба гордых духов. Иоанна 14.2. «В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Откровение 12.8. «Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Далее, как выражается, Бог составляет план создать мир, насадить в нем рай. И далее все по Писанию – грандиознейшая эпопея грехопадения, борьбы, ожидания Мессии, его рождение и смерть, всемирная проповедь, труд Духа Святаго в испранных. И таким образом наполнится число уготованных ко спасению. Римлянам 11.25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Все, что есть на земле – возникновение царства, религии, изобретений, устремление дьявола к мировому владычеству через масонов. Все это Бог знал, предвидел, рассчитал, и все это входит в планы Его домостроительства. И завершающий эпилог – второе пришествие Христа, подведение итогов. Весь мусор вокруг строящегося храма будет собран и брошен в огонь – плевело. И вот все это называется домостроительством Божиим, продуманным до мельчащих деталей. Страшно и непостижимо мудро, но если вспомнить, что это домостроительство Божие, а не человеческое, тогда по неволе приходит мысль – вся эта эпопея с человеческим родом – всего лишь игра, заранее запрограммированная комедия. Но все дело в том, что Бог с нами разговаривает на нашем языке, сообразуясь с нашими мыслями. И давать определение замыслом Божиим мы можем только с позиции того, как этого хочет Бог. Что мы немощны, ничего не знаем, нищие духом, и без него ничего не можем. И будет день, когда исполнится совсем уж непонятное. 1 Коринфянам 15-28 Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Так легко склониться к пониманию Оригена. Субтитры создавал DimaTorzok